Добрый вечер, дорогие телезрители. Пятница наступила и программа главная начинается. Я с вами Сергей Скрипник. Сегодня программа будет посвящена тем событиям, которые происходят в Гагаузии и для того, чтобы в Молдове, кроме Гагаузии, понимали, что, как происходит в АТО Гагаузии. Сегодня у нас в гостях Виктор Петров. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы прямой очевидец происходящего в Гагаузии. Насколько я понимаю, информация, которую подают центральные каналы Молдовы, они как-то завуалированы. Вижу высказывания политиков в сторону Гагаузии, некоторых политиков. Очень оскорбительные. И вот как вы реагируете с Гагаузским народом, происходящим от центральных властей? Ну, вы знаете, мы стараемся быть толерантными, потому что Гагаузы сами по себе хотят жить в независимой республике Молдова, вместе с многонациональной молдавской семьей. И, конечно, такие провокационные заявления отдельных политиков направлены на то, чтобы посеять вражду. Честно говоря, пока нам хватает терпения и разума не вестись на эти провокации. Конечно, центральные власти ведут непонятную как внешнюю политику, так и внутреннюю политику. Отдельные случаи видим, как расправляются с журналистами, как расправляются с неугодной оппозицией. Это, конечно, все очень сильно настораживает. Помимо того, что у нас накопилось множество вопросов, мы и так живем сейчас в непростое время, где надо искать решения и выходы из сложившейся ситуации. Потому что у нас сегодня экономика, она просто разваливается. У нас есть очень много других социально-экономических вопросов, которые надо решать, а не акцентировать свое внимание на оппозиции и против населения. Республики Молдова, тех же Гагаудов, я имею в виду. То есть ситуация довольно-таки непростая. Но пока она еще контролируемая. И, знаете, надежда умирает последней. Ну, я буду цепляться к вашим ответам. Конечно. Два раза получилось так, что вы сказали пока что. Русский язык богатый язык. И понимание того, что вы сказали, будет все-таки однозначное. Пока что. Тогда задаю вопрос. А что пока что? Я стал перспективы на будущее. А-а-а. И какие вы... Я сейчас точку в ответах наших не ставлю, как Гагаузия. Я точку не ставлю. То есть я открываю дверцу приоткрытой, как оставляю дверцу приоткрытой, как говорится, для дальнейших действий. Для самосохранения нашего народа. Для самосохранения также и других граждан Республики Молдова. Но все-таки сегодня программа посвящена АТО Гагаузии. Согласен. Но... Я знаю, что вы... Неразрывная связь с Молдовой у вас существует, где декларируют любые стороны вашей элиты, буду так говорить, ваших политиков. Могут ругаться, могут не ругаться, насколько я понимаю. Но к консенсусу приходят всегда, когда говорят и те, и другие, мы с Молдовой. Вот давайте расширим эти ранги. Давайте. Вы с Молдовой. И что это означает? Вот так. Для гагаузского народа. Для гагаузского? Как и для любого другого народа, проживающего в Республике Молдова. Единственное, что есть желание, для большинства имею в виду, просто жить достойно. В достатке и достойно. Чтобы руководство страны не толкало нашу республику в какие-то военные конфликты, в какие-то непонятные экономические санкции, в негласные, которые сейчас мы видим, которые нарушают наш экономический баланс. То есть он, давай так, с Европейским Союзом еще не выстроен до конца. А здесь мы сжигаем мосты, которые у нас десятилетиями были налажены торгово-экономические отношения. То есть я считаю, это неграмотная политика. Центральных властей. Центральных властей, да. Сегодня мы о них говорим. Да. Коротко и ясно. Хотя можно было бы расширить, так как вы говорили об экономике, которая здесь в падении. При том, что у нас инфляция достигает 40%, при том, что мы уже в рецессии, уже много лет не будем расширять. Давайте по экономике, здесь смотрите, здесь формула не такая тяжелая. Я недавно встречался с депутатами, с дипломатами европейских стран и часто обсуждаем некоторые моменты, потому что у нас есть свое видение. Мы хотим все-таки сбалансированную политику вести и видеть от центральных властей. Ну и стали обсуждать, что Молдова кандидат членом Европейский Союз. Ну я говорю, а как вы собираетесь завтра, послезавтра взять Молдову в Европейский Союз, когда здесь законодательство не соблюдается? Что для этого, как бы, это же надо все отрегулировать. Он говорит, подождите, а кто сказал, что завтра, послезавтра? То есть я говорю, вы хотите сказать, что мы можем быть вечными кандидатами? Как сказали западные, да? Берите, например, с Турцией. Ну вот такое. Видишь, там они тоже очень много лет кандидатами являются. Уже даже не хотят быть десятилетиями, да. Что мы имеем от отношений слаженных, гармоничных так назову, с Российской Федерацией? Я сейчас говорю только про энергоресурс. Понятно, что у нас очень важны еще есть и инвестиции, и торговые отношения, да, наши фрукты, овощи. Это тоже наша продукция. Это тоже очень важно. Ну сегодня просто поставим на весы дешевые энергоресурсы, то есть газ. Вот когда вся Европа платит там свыше тысячи евро, да, за тысячу кубометров. Если бы сегодня мы получили цену 300 евро за те же тысячу кубометров, то наша экономика была бы более конкурентно способна. Не то, чтобы более. Бизнес идет туда, куда ему выгодно. И сегодня бизнесу, да, вот при таком положении дел, ему не выгодно здесь не ставить производство, ничего. Но когда бизнесу интересно, он ставит и производство, создаются рабочие места. То есть это уже как следствие. Это формируется. То есть энергоресурсы сегодня. То, что наши жители как нищают с каждым днем, да, им нечем будет платить за тепло, это тоже одна из самых больших проблем. То есть у нас получается и экономика, и жители страдают. Да, и Европейский Союз, ну вот мы можем посмотреть по хронологии, да, когда недавно взорвали трубопровод, северный поток, который шел на Германию. Два. Два. То сразу концерт Volkswagen объявил о том, что он намерен перенести свое производство в Соединенные Штаты. То, что мы видим, идет миграция капитала. А это значит и рабочие места, это значит деньги, триллиарды долларов сегодня Германия и Европейский Союз начнут терять. А уже начали терять. Мы сегодня видим по заявлениям таких гигантов. А зачем Америка соперники европейские? Ну это вот другая картина, да, я просто сравнил параллель. Как бизнесмены, как бизнесмен, вот вы бизнесмен, вы говорите, выгодно, когда убивают мой бизнес в моей стране с целью, я его переношу там, где дешевле. И где комфортнее, и где надежнее. Где дешевле. И где спокойнее. Давайте так будем. Все вместе должно быть. Да, но когда мы говорим об экономике, есть такая основа экономики, где в каждом высших заведениях, да, преподается основа экономики. И когда начинаешь вспоминать, я, например, да, начинаю вспоминать, я вот здесь не вижу экономики. Живой экономики. Когда говорят об инвестициях, я слышу только, что инвестируют в большинстве своем в Гагаузе. Я слышу, по сравнению с Молдовой. Потому что инвестиции, это двигатель производства в первую очередь, потому что по закону инвестициями считается то, что, как вы сказали, дают рабочие места и наглаживается новое производство любых видов, кроме услуг. Я хочу сказать по поводу инвестиций в Гагаузе. За последние четыре года создано в районе 240 рабочих мест. Благодаря инвестициям. Вот слушайте цифру. 240 рабочих мест. А сколько людей за эти четыре года, то есть трудоспособных, сколько молодежи, уехало, покинуло Гагаузию. Это в тысячи раз выше. Это несопоставимые цифры. И говоря о каких-то производствах на территории АТО Гагаузии. Новых рабочих мест их нет. Есть тогда Фуджикура. Там около тысячи человек работает. Плюс-минус я не хочу сейчас... Но это инвестиция. Это инвестиция. Вот тысяча человек это единственный. Фуджикура это единственный экономический проект, который смог создать рабочие места. Все. И это за 30 лет успешной истории Гагаузии. А в внутренней Молдове таких цифр нет. Есть там кое-что. И когда читаешь, что инвестиции составляют чуть ли не миллиард евро, хотя я думаю, долларов пишут они, то я всегда удивлен. А вот в Гагаузии реально то, что я вижу, я не говорю гранты там что-то, а именно инвестиционные проекты у вас намного больше, если брать население, количество населения и инвестиции. А потом взять количество населения Молдовы, всех, то получается очень много, а инвестиций в процентном, потому что меньше, чем у вас. Ну, для меня, наверное, как человека-оптимиста, который хочет видеть совсем другую экономику, а то Гагаузии, другую экономику Республики Молдова, это ничто. То есть ничего не делалось. Которая полностью интегрирована в общую экономику Республики Молдова. Давайте так, ничего не было сделано. То есть не надо говорить, что в Гагаузии было что-то особенное. Да, у нас есть наши турецкие партнеры, которые там построили детские сады. Это совсем другое. Это совсем другое. Но экономика рабочих мест, я почему вам привел за 4 года 240 рабочих мест, это ничто. Давайте тогда сравнительный анализ проведем с тем, что находится в внутренней Молдове. И вообще по Молдове, кроме Гагаузии. Это я предлагаю вам обсудить. Вы-то с цифрами знакомы. Назовите какой-то более-менее инвестиционный проект, кроме свободных экономических зон, где отмываются все деньги и ничего не делается. В целом в Молдове. И вот в целом в Молдове место АТО Гагаузия занимает особое. Понимаете? У нас президент постоянно ездит по странам мира. Что она привозит к нам в виде инвестиций, я не вижу. Я не вижу возрожденные предприятия, которые были приватизированы незаконным путем за 28 копеек. Это образно тех копеек советских. Где было восстановлено? Почему нельзя предприятия электронной промышленности здесь все-таки возобновить? Пока еще живы люди. Ну здесь я хотел бы вам сказать не только АТО Гагаузии, то есть эта экономика, она есть экономика. Эта формула подходит как и Молдове, так и Гагаузии. Ну тогда назовите, как звучит экономика, так в Молдове в целом. В целом, давайте так, никак. И сейчас это вот это никак еще и развалится. Ну-ка, наконец-то я услышал ваш ответ. Ну, поймите правильно, чтобы экономика двинулась, чтобы инвестиции пришли, нужно адаптировать наше законодательство. Сделать его привлекательным. Ведь что такое экономика? Сегодня есть крупный бизнес, да? И он выбирает, куда я деньги вложу. Так, в Молдову, Россию, Украину, Дубай, Турцию и другие страны. Бизнес считает. Так, здесь сколько стоит рабочая сила, сколько налоги я заплачу. Сколько я в год заработаю и сколько я сэкономлю, допустим, если я бизнес поставлю здесь, здесь или не здесь. Или сколько я вложу в развитие бизнеса. Да. Вот с этого надо начать. С законодательства сделать привлекательным его для бизнеса. Ведь вы, когда идете на рыбалку, вы кидаете же удочку, на крючок же нанизываете червяка. Вы же не кидаете его. Давайте так, мы сейчас кинули просто червяка. У нас, ну это должна быть просто счастливая случайность, чтобы кто-то клюкнул. Мы можем пиариться, мы можем делать все, что хотим. Хоть на ушах ходить. Но от этого бизнес сюда не придет. И вы знаете, мы начали первые шаги в этом направлении. В модернизации законодательства автономии. И мы сразу столкнулись с тем, что госканцелярия, это правительство. Наши законы блокируют. Да, и вы удивили, не это? Ну, понимаете, мы сегодня говорим, у нас нет времени с вами судиться. Скажите, что вам не нравится. То есть, давайте, вот, ну сейчас мы просто возвращаемся к диалогу, да. Вот мы, как народное собрание, принимаем закон. Смотрим, так, нам срочно надо сейчас остановить молодежь, что нам может помочь. Она может помочь, вот у нас есть реальные инвесторы, которые готовы зайти, да. Ну, потому что мы проанализировали, что им надо, как им надо. И здесь мы постарались сделать так, чтобы при нынешних налогах, которые существуют в республике Молдова, то есть, не депинговать, да, там, у нас в Гагузии дешевле, приходите к нам. Почему выделяем? Ну, здесь мы вообще тогда не вылезем из судов. Мы тогда, я тоже понимаю, этот риск. Мы тогда вообще из судов. То есть, мы его адаптируем под, то есть, берем на базе молдавского налогового законодательства, да, республики Молдова. И принимаем закон. Но наши законы госканцелярия сразу останавливает. И не важно это. Хотим мы остановить молодежь, либо это георгиевская ленточка, либо это, я не знаю, книжку выпустить какую-то. Вы понимаете, насколько нету диалога. Вот можно, я всегда вот, мы сидим сейчас с вами за круглым столом и можем договориться. Но в этом случае мы не можем договориться. Мы говорим, зачем вы бежите сразу в суд? Скажите нам, что вам не нравится. Мы примем поправки в закон, если они как бы, ну, разумные, да. Если мы действительно что-то там в конфликт законодательства входим, в республиканском. Но этого диалога вообще нету. То есть, и сделать нам не дают. Да? И мешают, да. То есть, мне тяжело, конечно, у меня эмоции, я так сдерживаю, что зашкаливаю, да, когда вот такое происходит. Но это вообще неблагоприятный климат для бизнеса. И тем самым я хочу сказать, что экономика не будет развиваться. Нет, никто не хочет от центральных властей сильную экономику развитую в АТО, Гагаузия. Вот знаете, вот такое мнение складывается. Они не понимают, что развивая один район, будет развиваться и другой район. Третий, четвертый, пятый. Согласен. Вот у нас говорят, у нас существует средний бизнес. Я вот подумал, что такое средний бизнес. Он существует у нас? У вас в АТО, Гагаузии существует средний бизнес? В понимании, сейчас расшифрую, это так говорят у нас на сегодняшний день наши власти. Средний бизнес. И вот я понял, что у нас такие расхождения, я поясню прошу и буду дать ваш ответ. Что оказывается, средний бизнес, это когда достигает у нас 500 тысяч долларов в год оборот фирмы. Оборот. Это средний бизнес? Это средний бизнес. Я улыбнулся, потому что в западных странах, всех западных странах, мы объявили курс на вхождение в Европейский Союз, своим кандидатством, закрепленное Европейскому Союзу. По дням малый бизнес стал. Там должна быть чистая прибыль по дивиденду, 1 миллион. Малый бизнес. Малый бизнес. Вот это считается. А все, что ниже, очень много налоговых льгот. Чтоб они подвигались к чему? К малому бизнесу, значит, будут больше платить. К среднему бизнесу 100 миллионов. Чтоб могли платить. И вот, когда эта планка появится в Гагаузии, то Гагаузия всегда задаст вопрос. А что бы вы сделали центральной власти, фактически блокируя все действия, а то в Гагаузии? Хочу услышать ваш ответ. Вы знаете, что касается среднего, малого бизнеса, это не из основ, да, так, из опор экономики. И говорит, что у нас в Гагаузии малый бизнес, средний бизнес процветает. Ну, есть. Но производство как такового, да, которое бы, или оказание услуг не внутренних, а на внешние рынки, потому что по этим критериям, да, считается, что вливание в экономику денег. То есть, ну, производство какое-то есть, это сложились традиционные винзаводы, да, вино там делают. И по услугам, то есть, на внешней рынке мы тоже ничем не отличаемся. В Союзной Италии, ну, будем говорить, в Северной Италии более развитой промышленным производством, а ближе к югу, каждая деревенька, ну, по нашим мнениям, город, да, имеет свой винзавод. Маленький, компактный. И там называются они кооперативы. Вы знаете? Кооперативы. Винзавод. Упрощенное налогообложение. Дотации. Дотации плюс. Дотации, и это до самого юга. Ну, что было понятно нашим телезрителям, да, Сицилия. Вроде бы страна-мафия. Вроде бы горы. А там виноградники очень вкусные, как говорится. И вот так развиваются. Я как понял, эти предложения развития экономики АТО ГВУЗе звучат уже лет пять только на моем слуху, когда я интересовался этим. А если возвратиться 30 лет тому назад, да нет, 98-й год, когда я часто бывал в ГГУЗе, то я видел ГГУЗе нищий в 1997 году, 1998 год. А сейчас я вижу, по сравнению с тем, что я вижу в нашей территории, в Молдавской, все поменялось места. Ну, здесь маленькая корректировочка. Какая? В 2007-м, да, вы сказали, что в 97-м. Она была нищая. Да, я так и видел. А сегодня за эти наши деревня, села, там пустые дома. просто нету, все. Люди уехали. Давайте все. Вот это разница. Это 2022 год разница в тем, что этих людей уже нет. 25 лет. 25 лет. А я видел тенденцию тогда, еще молдаване резко не уезжали с Молдавы, да, а приезжая в Турцию на отдых, только встречался с нашими, ГГУЗами, которые турецкие, поглощали быстро, в течение недели. Ну, да. Знания. Ну, было. Видно акценты, когда начинают говорить, и думаю, о, наша подошла с ним по-русски, поговорила. Он говорит, да, с ГГУЗами, а сколько вы? Ну, вот я здесь учился, я здесь останусь, вот на лето работаю. Я говорю, когда домой, в ГГУЗе, в женопе, барашка резать. Я говорю, на крайний случай овечку. Он говорит, нет, хороший баран должен быть. Ну, вот. Я встречал, я видел первую волну. Вот, говорит, пустые. Да? Это беда. Тогда, я хочу услышать от вас предложение. Что вы предлагаете центральным властям, для того, чтобы изменить свое отношение к ГГУЗе как таковой, основываясь законным правом? Или правом законов? Первое. Не мешать. Это вот самое главное. Не мешать. Да? Не мешать нам, чтобы наши законы работали, чтобы мы могли развивать нашу экономику, чтобы мы могли создавать рабочие места. Просто не мешать. Я вам еще скажу более, что за 30 лет не было ни одного закона сделанного в ГГУЗе, который бы, ну, принятого закона, который бы мотивировал бы как-то бизнес или сделал бы нашу площадку от ОГГУЗе более привлекательной для бизнеса, для того, чтобы мы могли создать эти рабочие места. по вопросу, конечно, отношений с центром, вот, здесь получается у нас, что нет вообще диалога. То есть, вот смотрите, есть Башкан ГГУЗе, как фигура, Башка, член правительства. Госпожа президент ее исключает из Совета на словах безопасности. Поэтому на словах. Это вот просто, вам хочу сказать, вот у нас целая автономия, да? То есть, мы как ГГУЗы не должны знать стратегию, куда идет это государство, принимать, участвовать в этом. Вы нас исключаете, то есть, вы нас изолируете тем самым. То есть, не мы выстраиваем забор, вы выстраиваете забор. Это как одно. То, что было принято в 94-м году уложение ГГУЗе, закона об особом правовом статусе ГГУЗе, он вообще не соблюдается. А мотивация их одна, что вы не соблюдаете законы Молдовы, которые стоят над законами о ГГУЗе. Я говорю, что, как парируют? Знаете, они говорят то, что им удобно говорить, а делают все равно то, что они считают нужным. но в конечном итоге Молдова от этого не от ОГГУЗе не выигрывает. Теряют обе стороны. Если одна сторона думает, что что-то найдет, не найдет. То есть, извлечет из этого какие-то дивиденды. Нет, потеряют все. Поэтому мы уже 30 лет пытаемся договориться. Договориться. это действительно непростая ситуация, когда к тебе так относятся. Давайте вернемся, вот мы с вами сейчас разговариваем на русском языке. Почему? Я же мог прийти на гагузском с вами разговаривать. Я бы мог на молдавском. Вы могли на молдавском. Так вот, сегодня, лишив русские телеканалы, нарушаются каждый день права человека, когда ставится под вопрос, почему вы не знаете государственный язык. Мало того, что государство ничего не сделало для того, чтобы эти граждане знали. Вообще ничего. А в один прекрасный момент вы обязаны все знать. Говорить на... Я уже не затрогаю ту тему, что это язык соседнего государства. Почему-то мы должны знать. Это уже совсем другая. Это то, что мы в школах учим историю соседнего государства. Но сегодня, вы знаете, когда государство с тобой разговаривает с гражданином со своим на непонятном ему языке, выписываются протоколы, идут какие-то ахты, извещения. Это прямое нарушение прав человека. Потому что гражданин имеет полное право понимать даже, что ему предъявляют, что ему уведомляют. Если это молдаван, то он должен на молдавском. Так это есть, это не работает. А каждый день нарушаются права этих людей. Вот каждый день бы ваш сосед вас просто дергал и нарушал ваши права. Какие у вас были бы? Вы с большой любовью на него смотрели бы? Зачем любовь? я бы поправил ему челюсть. Вот. Так вот мы уже говорим, мы не хотим никому челюсти поправлять, не хотим никому каких, не знаю, отрицательных действий нанести. Мы просто хотим дружно, мирно жить. Только просто просим, разговаривайте с нами на доступном нам языке. Дайте нам создавать рабочие места. Ну просто не трогайте нас. Вот и все. А может тот опыт, который мы примем у себя, он будет как экспериментальная площадка от ОГАГУЗИ. Это можно будет перенять. Ведь легче всего на маленькой площадке это все обкатать, опробовать и взять готовую модель. То есть это можно вообще сделать. Ну это очень хорошие инструменты для бизнеса и площадка для экспериментов. Я имею ввиду в плане экономических. Вы знаете, я вам так скажу. ГАГУЗский народ, чисто ГАГУЗы, мало чем отличается, мало чем отличается от менталитета молдаван, украинцев и русских. Например, вино делают все одинаковым. При том, что никто не превалирует. Да, старики могут сказать, у меня по харде жены, молдаване лучше, чем у тебя. А тот скажет ГАГУЗ, нет, попробуй моего. Вы знаете, когда эти взаимоотношения были между народами, когда были смешанные браки и так далее, было понимание любых наций. Но мы сейчас уйдем на рекламную паузу, затем возвратимся к нашему разговору, где я буду вас провоцировать на ответ. Хорошо, спасибо. Рекламная пауза. Экономика у нас на телеканале работает, хотя не такая она, богатая относительно всех остальных политических каналов, принадлежащих той или иной политической силе. Но надо жить, надо хоть оплачивать электроэнергию. Правильно? Правильно. Кто не смотрел первой части нашей программы, напоминаю, у нас Виктор Петров, представитель Гагаузии, а потом я уже раскрою его личность, ближе к окончанию. И мы говорим за Гагаузию, потому что вопрос наболевший. у нас еще есть и север Молдовы с превалирующим украинским населением, которое в любой момент может попросить тоже такие же условия, заключение договора о самостоятельности севера Молдовы. Виктор, вот эти обвинения Гагаузской автономии о том, что вы пророссийский, и это звучит не только наших политиков, псевдополитиков, которые сидят в парламенте, но и некоторых представителей Европейского Союза, которые почему-то здесь бывают частенько. По уровню Евросоюза эти люди, которые высказываются о Гагаузии, не зная ни истории, ничего, обвиняют про русских настроениях. А там они обычные клерки, перенесающие бумаги из одного отдела в другой. Как вы на это реагируете, потому что мы в конце программы как-то проскользнули. Не программы самой, а первой части насчет того выступления литовского представителя. АОН Айди. Знаете, когда делаются такие заявления политиками, здесь, конечно, нужно учитывать историческую нашу дружбу, которая складывалась веками с Российской Федерации. У нас там много родственников, мы попереженились всем, многие из наших армию службу проходили, многие работали, многие продолжают работать, многие переехали. То есть у нас родственные связи, как мы сейчас можем стать антироссийскими, объясните, да никак. Но это вам всей Гагаузии предъявляются такие претензии, что вы должны быть на чьей либо стороне. У нас-то объявили безоговоры, точный курс в Европейский Союз. А Европейский Союз назвал Россию страной агрессоров. Значит, вы пособники страны агрессоров. Европейский Союз может называть кого как хочет, но мы наших исторических друзей, наших братьев, как ценили, как дружили, так и будем продолжать. Значит, на вас внимание центральной власти Болдовы обращать не будут и будут всячески искать в вашей среде предателей. Я сказал, что мы дружить, будем продолжать, ценить нашу дружбу, наше историческое прошлое, наши деды. А я вам сказал далее, далее. Я вам скажу, не только деды. У меня друзей афганцев полно и воевали они с достоинством, с героизмом. Это не только деды были, которые формировали гагаузский характер национальный. Правда? И очень неправильно, когда ставят нас перед выбором вы или с теми или с этими. А вы заметили, что поставили? мы выбирать не будем. Выбор сделан. Значит, выбор в пользу разума, в пользу то, что мы ценим наши отношения, наши родственные связи. Мы поддерживаем их и будем поддерживать дальше. И по-другому мы не сможем поступить. Не заставить? Нельзя заставить перестать любить брата, сестру. Нельзя это. Ты все равно в душе будешь любить. Мы разговариваем на этом языке. Мы выросли на этой культуре. Я сейчас не говорю про участие в военном конфликте, в этой конфликтной ситуации. Это большое горе для всех сторон. там гибнут люди. Но есть следствие, которое привело к данному конфликту. Я сейчас не хочу давать оценку. Я сегодня хочу сказать, что наша история сложилась так, что мы не хотим думать по-другому. У нас есть история. Все. Вот вы со мной дружите 30-40 лет, а у нас с Российской Федерацией отношения вековые. Как это можно взять и сейчас перечеркнуть абсурд? Иван, есть что-то изменить в отношении Гаузи центральных властей Молдовы? Хотелось бы услышать вашу все-таки политическую направленность. что можем изменить? Тяжелый вопрос. Нет. Или вы ограничиваете себя в рамке? Как? Вы знаете, я хочу вам сказать одно. Если зимой будет холодно, то мы будем греться или в парламенте, или в президентуре. Потому что денег народа. Там паркет хороший. Нет. Нет, паркет против динкутуры. Я не знаю, что хороший. Я знаю, это был. Да, Да, конечно. я имею в виду, не работал, а был просто. Заходил, смотрел, знает. Так вот, это будет никакой не политический шаг. Это будет просто волей и земления народа. Оно все копится. Вы понимаете, оно все копится. и мы терпеливы, как узкий народ. Но здесь разочек разлюбите вашего брата. Здесь георгиевская ленточка, здесь рабочие места. И вот это все как снежный ком. Разговаривайте на непонятном вам языке, мы вас считать не будем, ни во что ставить не будем. То есть оно все накапливается. Накапливается. И потом вот эту волну, я не говорю, что это сделаю я, это волну нельзя будет остановить. Это и вся республика Молдова. Я думаю, что там места будет мало. Практически не будет, потому что граждане Молдовы отчаяния тоже могут пойти на самые... В основе своей гагаузы по национальным менталитетам они с взрывным характером. Более эмоциональные, более эмоциональные, потому что насколько терпение молдавского народа, украинского народа, польского народа, немцев, здесь русских, более, более, как бы говорится, терпеливое, то гагаузия может стать детонатором все-таки борьбы за правду. Ваш закон, который был принят по отношению к АТО и к гагаузия, он великолепный, сам по себе, и, как вы сказали, не соблюдается. И здесь опять же одни вопросы. Как так может быть, если мы придерживаемся европейских ценностей? Вы знаете, какие европейские Двойные стандарты. Двойные, тройные. То есть здесь в ход идет все, что можно. А что можно? Да все идет и ресурсы. И вы знаете, давайте начнем даже с того, что вот я как бы был один из инициаторов создания волонтерской организации для того, чтобы в кризисные моменты помогать государству, людям. И сегодня эта организация успешно работает. То есть, чтобы вы понимали, в цифрах за полтора года 150 тонн груза гуманитарного пришло. распределено среди населения. Это только на Балагаузе, я сейчас говорю. Это цифру чуть занизил, она может больше, просто я не люблю назвать больше. Ну, я не хочу сказать, что буквально вчера экономическая полиция пришла с проверкой. То есть, даже такие моменты, даже такие структуры, как благотворительные, независимые, на самом деле независимые, пытаются удушить. А что они хотели? Одно незаконное финансирование. Так, подождите, а никто не финансирует. Оно как бы есть вот у нас немецкие партнеры, которые помогают очень сильно. До этого с Российской Федерацией помогали. У нас как бы все по документам проходит. Все до единого. И это пресекать, то есть самое трудное время, это помощь была для больниц, специальные специализированные кровати, тумбочки, медикаменты, это людям с ограниченными возможностями, специальные вот эти коляски для передвижения, с электронными, с джойстиками, простые, там продукты питания, одежды было много. Проверка закончилась? Нет, так, чтобы вы понимали, это седьмая и восьмая проверка. Ну, там председатель звонит, говорит, а что мне делать? Я говорю, да уже ничего не делать, просто выгони их оттуда. Возьмите, говорю, выйди на улицу, только останови один автобус, палками люди сейчас побьют этих людей. то есть, нельзя такие вещи делать. Это эмоциональность гигуцкого народа. Просто эмоциональность. А он спрашивает, что делать? Ну, что делать, что делать? Вы гоните их и все. Ну, вы знаете, с этим сталкиваются все благотворительные фонды, которые есть в Молдове, которые не зависят от нашей прямой власти. Потому что фонды, которые есть и владеют сотнями миллионов долларов и направлены на половину этих денег на гранты, это и есть руководящая и направляющая партия ПАС. К ним не приходят, не проверяют, откуда финансировали. Здесь по-другому была выстраивана философия специальная, чтобы уйти от денег. Оно только на пожертвование. То есть пожертвование можно... Вы же назвали. Вы же сказали, здесь же все понятно. Все, ладно. Монитарные фонды выражают цифру, которую вложат на закупку. Специальное оборудование и так далее, и так далее. И привозят сюда. Вы же их не продаете. Нет. 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 Все по отчетности, все передается. передается обольдиться. Как вы думаете, сколько еще придет проверка? Ближе к выборам башката. Ну, они уже регулярно ходят. Они даже... Это рабочий день так начинается. Да, это рабочий день. Экономическое. Потом там УВД может прийти. Другие структуры. Скажите, пожалуйста, а приходят по национальности Гагаузы? Да. И мы снова возвращаемся к полномочиям о Гагаузе. Ведь у нас есть свое УВД в Гагаузе, да? Ну, конечно же. Более объективно видит ситуацию на месте. Но все комиссариаты и УВД тоже полностью выполняет политические и неполитические любые заказы центральных властей. Давайте мы расширим. Давайте. Законные или законные указания? И те, и другие. О большинстве? Я не веду у них статистику, но время от времени замечаем и там где проверки проводятся там, где ну, по идее не должны проводиться. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот когда происходили учения бригады полиции специального назначения в Фулджер у вас в Гагаузе в столице, да? Всех студентов отпустили? Ну, они же там должны были заложников. Не, я знаю, что ректора взяли в заложники. Ага, кто? Ну, сейчас фамилию не буду назвать, но я думаю, что по идее ректора взяли в заложники. А студенты-то были в этом деле? Ну, студенты, видимо, и взяли заложники. А, взяли. Или бригаду полиции. Вообще комическая ситуация. Не, ну, здесь смеяться... Я бы, например, смеялся, зная, что типовые издания со времен СССР, которые были построены, они находятся где хочешь. А для обучения, да, борьбы с терроризмом... Ладно, как отреагировал народ в Гагаузе? Вот это... Я один из первых отреагировал, сказав, что эта методика запугивания работать не будет. Центральные власти отказались, что это не запугивание, а обычное обучение. Я в тот момент был на месте, я подъехал и задал вопрос одним из компетентных лиц, давай так не хочу называть. Не надо! Что происходит? Ну вот мы отрабатываем террористическую операцию. Какую террористическую операцию? Ну вот же в Сирии, в Ираке есть. Я говорю, вообще здоровые люди. Где Сирия? Где Ирак? Здесь что, исламская государство прибежало? Или вы хотите нам показать Брянцена своими пистолетами? Легко бегать, когда там нету настоящих террористов. Я посмотрел бы, если бы там были настоящие террористы, как бы там побегали бы? То есть здесь ситуация, я вижу, только в одном запугивании. Как народ воспринял? Народ воспринял. В целом, не только как вы, а как именно народ. меня это больше интересует и волнует. В целом. Вот как я вам сказал, как воспринял я. Вот так большинство народа и воспринял. То есть кто-то там испугал. Наоборот, это вызывает дополнительную агрессию, можно сказать так. Да. На любую агрессию есть ответ такой. Да, да. Ну вот я регулярно мы общаемся с народом, регулярно встречи провожу и заявления. А почему ваша власть, да, собрание ваше, так, башка, да, почему такая была вялая реакция на эти действия? Спросите у нее. Нет, я хочу спросить у вас. Я не знаю. Я же не живу в ГГУЗе и даже пациональности не ГГУЗ. Я не знаю, почему была такая вялая реакция. Константинов что-то тихо-тихо там, что-то говорил. Башкан начал говорить через, по-моему, пять дней что-то и я таки не понял. Я вам задаю прямой вопрос. Почему такая была вялая реакция вашего законодательного собрания, а также Башкана, а то ГГУЗе? давайте отвечайте, потому что это волнует всю Молдову. Первое. Башкан я ему дала разъяснение по этому факту, насколько она могла дать. Через сколько дней? Видимо, не сразу. это было такое гибковатое. Видимо, на это есть у него какие-то особые причины. По поводу председателя народного собрания, он дал комментарий, он сказал, что его вечером, накануне предупредили о проведении данных учений, просто он не успел предупредить нас всех. правдоподобно. А вы знаете, что центральные власти, центральная, я имею ввиду, кто руководитель Республики Молдовы, который ходит в состав Гагавузии, ходит в состав, то они восприняли это как слабость. Знаете, слабость на уровне управленческого аппарата Гагавузии. Вы этого тоже не заметили? Слабость руководства, но не народа. А, а народа кто-то спрашивает? Знаете, легко очень руководить округом, государством, автономией. Когда легкие времена, а когда приходится обратно себя определенно ответственность, здесь, я думаю, не все политики до конца готовы выложиться. В последнее время особенно. Мы это замечаем как и на республиканском уровне, так и в автономии. И как вы думаете изменять это все? Ведем консультации. Народ гордый. Роководство в редких случаях роководством Гагавузии, в реальских случаях реагирует жестко и по существу. на встрече с Майей Санду, когда она встречалась с депутатами Народного Собрания, там был задан вопрос, а вот когда будет холодно, что мы будем делать? Ну, Майя Санду сказала, что пока не холодно, 15 градусов не наступило, то есть об этом говорить рано. Конечно. Ну, вот сидим все ждем, когда столбик термометра упадет ниже 15. Президент сказал, мы ждем. в ночное время или в дневное? Забыли уточнить. Я бы уточнил, потому что разница перепада температур усредняется недавно уже за 15. Если днем 22, то если плюс 8, посчитайте разницу, а 10 градусов это очень плохо для здоровья. Любого здорового человека. Ладно, здесь тяжело мне рассуждать, я просто волнуюсь за судьбу Молдовы в первую очередь. И поэтому, знаете, вот вы говорили о рыбалке. Это все-таки метафора, метафористично рассказывает. Я подумал, значит, вы привели пример удочку, а я думаю, о центральной власти, взяли динамит и бросили. И сразу решили все вопросы, вот тебе рыба поднялась, ее ловить не надо. Вы понимаете, о чем он говорит? Но не интересует, что убило эту рыбу, а все, они не съедят. Да. Но рыбы больше не будет в этом прутом. Ну, давайте тогда будем раскрывать тайны. Я скажу так, по той информации, которую я получал с Гагаузии, Виктор Петров, это один из будущих лидеров, который может, не знаю, получится или нет, но может занять пост Башкана. Все это будет зависеть от народа Гагаузии, насколько я понимаю. и вы должны сказать мне, информацию получил правильную или какую-то надуманную? Или рано говорить? Во-первых, я являюсь председателем Народного союза Гагаузии, созданное буквально в недавнем времени для консолидации Гагаузского общества. Действительно такие предложения моих сторонников есть. Разговоры идут. Но решение не принято. Потому что я считаю, что ввиду сегодняшней социально-экономической ситуации рано делать какие-то планы на политическое будущее. Сегодня мы хотим сконцентрироваться на помощи нашим гражданам на социально-экономических аспектах нашей автономии. То есть сегодня как никогда надо выложиться для того, чтобы помочь людям. Сделать все возможное, чтобы они получили дешевые энергоресурсы, неважно, это будут дрова, газ. Вот здесь надо выложиться. Сохранить людей. Кто строит планы Башкана, ну пусть строит. Но все равно экономику нужно возрождать. Сегодня знаете, для меня важно, чтобы наш народ жил хорошо. Значит, это не самоцель у вас? Нет, ни в коем случае. Но госпожа Влах, отработав своих два положенных срока, уйдет. Тогда таково, вы видите, на ее месте возможные люди, которые смогут по своим интеллектуальным качествам, качествам дипломата, знаниям экономики, чтобы возглавить АТО Гагаузию на должности Башкана. Я пока затрудняюсь ответить на этот вопрос подвуше явных претендентов пока не видно, я и не мониторил, ни команда наша не мониторила, поскольку мы сосредоточены чуть на других моментах. для меня это, в первую очередь, если команда выдвинет, скажет, Виктор Николаевич, идите в Башканы, вот мандат доверия вам выдаем, все. то для меня в первую очередь это ответственность. Пройдет 4 года, и с чем ты вернешься к этим людям, что ты им скажешь, что там, просто от штаны просидел, протер, либо ты сделал вот это, вот это, вот это, вот это. Так вот, когда у тебя будет четкое понимание, что ты можешь делать и что ты сделаешь, а это не будут пустые обещания, вот тогда можно со спокойной совестью идти на предвыборную кампанию. Тогда оцените работу госпожи Влах, в течение четырех лет. Вы это имеете право. Я свою работу не оцениваю, я всегда говорю, что пусть мои дела говорят за меня, а не я сам за себя. Да. Ну, у каждого есть... Ну, вы житель Гагаузии, давайте не будем говорить, что вы там возглавляете. У каждого есть своя история, свои дела, которые... Расскажите, какие хорошие дела, хорошие дела были сделаны госпожой Влах за это время, ее работы в должности башканца. мы можем посмотреть на Гагаузию. раз вы сказали, что она успешная, по красоте дороги хорошая. Значит, не все так грустно. Значит, что-то было сделано... Нет, были сделаны больницы, были проведены... Все-таки стоит отдать должное, что был выстроен нормальный диалог с иностранными партнерами. С Турцией в первую очередь. С Турцией, что были привлечены инвестиции. Они хотя и социального характера, но они есть. Хотя. Что такое хотя? Выживать-то надо. Ну, социального я имею в виду тот же. Смотрите, детсад, стадион. Это хрупные. То есть, я не говорю про рабочие места. Рабочих мест как бы не было. Как есть плюсы, как есть плюсы, да? Ну, кое-что, наверное, можно было сделать лучше. Я считаю, что надо было сконцентрироваться. Продолжить ее работу. Сконцентрироваться на экономике. Ведь АТО Гагаузия и само уложение являются очень хорошим инструментом для поднятия экономики, для создания рабочих мест. Это можно сделать достойную жизнь нашим гражданам. Хорошо. И закончу. Вот, хочу в конце программы. В конце, я еще не закончил ее. Знаете, все-таки, тот первоначальный вопрос, который я в начале программы задавал? Тихо, шепотом, что происходит на сегодняшний момент в Гагаузии. Возвращаясь о том, какую информацию ведут центральные СМИ. Да, ничего, как и все жители республики Молдова. Живем в ожидании с надеждой, в завтрашний день смотрим. Причем с такой отчаянной надеждой. Но пока смотрим. Дрова есть, уголь привозят. Дров нету. Уголь. Угля тоже нету. Есть, но он очень дорогой. Он по цене сейчас выходит как газ, там, юарский. Уголь. То есть, ситуация вообще непростая. Так Гагаузия не готова к встрече зимы? Не вообще. При новых тарифах на газ вообще не готова. Гагаузия допускают к стратегическим запасам республики Молдова? Ну, давайте увидим. Нет, допускают или нет? Как вы знаете, как вы слышали? Пока я не слышал, чтобы нас допускали к стратегическим запасам. Но вы же часть Молдовы, неотъемлемая. Неотъемлемая. И? А значит, отъемли нас. А вот это серьезный вопрос. Как это так? И почему я этих вопросов не слышал от вашего руководства? Они что, язык проглотили? Я с вами согласен здесь, что... У нас есть стратегические запасы, мазута, который закупается в дополнение. Или будут обогревать только Кишинев? У кого в Сугагузе действительно должно быть тверже в своей позиции по отношению к центру и стоять на защите прав своих граждан. Так я о чем говорю? Я судьи стратегические запасы обязаны выделять. Потому что мы сегодня стоим на пороге экономического развала, социального развала. А вы знаете, когда развал такой, такой и такой, который происходит, происходит социальный взрыв. Ну, по идее, по классике тому, чему учат политология. Ну, не зря стало, что люди будут греться в парламенте и в президентуре. Как я вас спровоцировал, что вы возвратились, повторили то же самое. Вы знаете, давайте... Причем тут спровоцировали, это думает так народ. Это я так думаю. Это я провоцировал. Да народ даже провоцировать не надо будет с первыми холодами. Так ему действительно некуда будет деваться. Как? Что? Как греться? Замерзнуть? Давайте мы сделаем так. Да. Давайте. С вами поступ. Будет время, я здесь работаю не один, у нас много людей, ведущих. Вот вы, когда ближе будет к выборам Башкана или вас выдвинут, придете с определенной программой своей работы и дайте хоть огонек надежды и для молдавского народа, всего, не только гауст, единого народа. Потому что условия, которые сейчас у вас, они присущи всему народу Молдовы. И не в городах, не в Кишиневе, где они будут греть Кишиневе. По любым ценам, но будут греть. Потому что парламент в единой системе погрева. А давайте что-то веселое расскажем. Вот скажите, праздник вина, как прошел, как ГГУ запредставили свои вина. Вы знаете, я первый день, когда сегодня вышел, я не посетил. Обычно я всегда посещаю такие мероприятия. Но, к сожалению, в этот раз я не смог посетить праздник вина. Но уверен, что наши производители вина выступили достойно и представили свои вина в самом наилучшем свете. Судя, как веселился весь молдавский народ, а также русский, украинец и гостей, гостей велулитых полностью. Я имею в виду румын, но не очень сильно, немного румын было. А вот те, что говорят на англоязычных языках, они долго говорили мне гуд монинг в 12 часов ночи. Гуд монинг. Гуд монинг. Все для времени отступало утро. Вот. Но так как сегодня пятница, народ должен отдохнуть после трудовой недели, кто имел работу. Вот. Или отдохнуть от тех забот, кто не имел работу. Ну что, счастья, любви всем жителям Молдовы и особенно нашим партнерам по жизни. А то Гагауз Яри. Спасибо, что вы пришли. Высказали, хотя очень коротко на каждый вопрос пришлось с вами поговорить более, с моей стороны больше говорить. Привык больше делать, чем разговаривать. Да, вот видите, у каждого свой жанр. Всего вам доброго, счастья, любви. Спасибо. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров